Павел Николаевич, по совхозу, только что проходя, я видел, идет активная опиловка деревьев. Это проводит завод? Ну да. Дело в том, что территория же делится на три, скажем так, категории. Это первое, под домами земля, и старый поселок, он фактически оформил дома, то есть земельные участки под домами, и обслуживанием этих земельных участков занимается управляющая компания. И часть земель была оформлена в муниципальную собственность, еще при Лениване и Добренковой, и вот сейчас там обслуживают этот дорсервис, а большая часть территории, это территория, принадлежащая ЗАУ, совхоз Ленина, в том числе и Зеленое насаждение, за которое мы отвечаем. И каждую весну мы занимаемся уборкой, в том числе и санитарная обрезка деревьев, или еще называют формовочная, то есть формируем кроны у тополей, потому что, конечно, как только они перерастают определенный размер, то возникают проблемы, связанные с тем, что тополь хрупкое дерево, и при ветре обламываются, ну и потом они начинают пылить. К сожалению, тополиный пух для многих аллергиков это проблема. Поэтому раз в 6-7 лет мы занимаемся тем, что приводим кроны деревьев в надлежащее состояние. Ну и вот, к сожалению, есть еще старые деревья, то есть те, которые уже сгнили, и они уже несколько лет стоят сухие, мы тоже их будем убирать. Ну как убирать? Они так стоят, большой пенек, причем превратился в труху. Если ты ходил в нашу церковь, ты так обнаружишь, что посреди дороги стоит такой большой, это уже не дерево, а большой пень, и на нем уже грибы растут такие древесные, то есть он уже сгнил окончательно. Поэтому мы сейчас этим занимаемся. Потом на следующей неделе у нас будет большое совещание по поводу приведения к 1 мая поселка в порядок. Раньше это делала Добренкова, но поскольку теперь, скажем так, местная власть, она занимается совершенно другими делами, мы сами будем всем этим заниматься, и поэтому будет такая большая комиссия, будем обходить территорию, а после этого будем разрабатывать планы и претворять их в жизнь, потому что поселок должен быть красивым, подготовка к 9 мая будет. Ну и я думаю, что многие увидят, что сейчас будет ремонт ямочной асфальтового покрытия. Местами мы вообще будем новую дорогу класть, ну не новую, а новое асфальтовое покрытие. Вот сейчас мы заключили уже договора на эту тему. Потом озеленение будет достаточно большое. Ну, в общем, работаю по подготовке к праздникам нашего поселка. Павел Николаевич, ну а чем же тогда местное власть занимается, если все эти функции берет на себя предприятие, ЗАО? Ну, сходи и посмотри во Дворец культуры, чем они занимаются. Оккупировали Дворец культуры, пишут всякие гадости. Я тут видел один сюжет, они тут приходили, ну, скажем так, перед 23 февраля возлагать цветы к нашему памятнику. Почему? Потому что там снег почищен, он приведен в нормальное состояние. Кстати, памятник сейчас тоже начнут мыть, готовить к 9 мая, там краска облупилась, мы будем его... Ну, в общем, как каждую весну мы делаем, приводить в такое достойное состояние. Я видел этот сюжет. Да, видео показывает, что те памятники, которые были построены в деревнях, они все в запустении. В этот же момент неравнодушные жители снимали, как в Дроздово, в Мильково, но и в других деревнях, вот эти обелиски, памятники павшим в боях, в каком состоянии находятся. Тем более, что муниципальная власть, как видно из этого сюжета, оформила их в собственность и, соответственно, и земельные участки под ними тоже в собственности у муниципальной власти. И они просто ничего вообще не делают, судя по тому, что там на видео видно, что ни снег не почищен, ни старые цветы не убран. Ну, в общем-то, такой ужас. А они в этот момент, вместо того, чтобы привезти свои памятники, ну, и памятники, за которые они отвечают в надлежащее состояние, решили приехать сюда и здесь, поскольку здесь почищено все, возложить цветы. Ну, в общем, чем они занимаются? Пиаром, всякой гадостью, которую мы сейчас видим, как они себя ведут. Ну, а мы работаем. Блоки лежат, но против Дома культуры, это зачем? Ну, это две цели. Первая, там же стройплощадка будет. Дворец культуры на протяжении многих лет получал горячую воду из бойлеров, то есть через электричество. Никогда туда не была подведена горячая вода. Учитывая то, что мы в этом году приступили к капитальному ремонту Дворца культуры, туда будут проложены теплотрассы. Для того, чтобы положить теплотрассу, нужно сначала, скажем так, камерой сделать подключение. Поэтому там большие будут сначала земельные работы, потом камеры будут построены. Две. И вот блоки нужны для того, чтобы выложить камеры. Ну, и потом, естественно, это стройплощадка, поэтому она должна быть ограждена в соответствии с нормами. Поэтому часть блоков пойдет на ограждение, а часть блоков пойдет в камеры. Потом туда привезут трубы, будет введен, скажем, туда новый теплоноситель с новой котельной. После этого будут построены ИТП, индивидуальные тепловые пункты. Там их два будет. Для того, чтобы сделать кондиционирование, никогда ни в спортзале, ни в Дворце культуры не было нормального воздухообмена. И старое оборудование уже морально и физически устарело, и все будет демонтировано. Будут поставлены новые вентиляционные установки, ну и, соответственно, новое кондиционирование. Это такая большая работа. Мы считаем, что где-то в 100 миллионов, скорее всего, уложимся. Ну, а там еще куча всяких других работ. Нужно кровлю отремонтировать, трубы поменять внутри, придется вскрывать полы, стены. В общем, там много работы. Ну, и вот пока нам мешают эти местные власти, они запутаются под ногами. Но мы так или иначе начнем капитальный ремонт, и его должны закончить 1 сентября. А когда начнете? Ну, в ближайшее время. Дело в том, что сейчас трубы закупили, их привезли, блоки закупили. Сейчас, со следующей недели начнем, скажем так, огораживание стройплощадки. Ну, а потом, в зависимости от того, потому что эти же абсолютно бестолковые граждане не пускают нас, мы даже не можем обследовать. То есть, приходят сотрудники пожарной охраны, фирмы, которые должны заниматься вентиляцией, кондиционированием, они не могут попасть для того, чтобы оценить объем работы. Павел Николаевич, почему в совхозе Милина нет названия улиц? Потому что в поселках никогда не было названия улиц. И вообще они и не нужны. Ну, это уже как-то не поселок такой, он уже... Нет, это поселок. У нас всего-то 25, но чуть больше домов. Уже он такой 25 домов. И поэтому мы тут заблудиться не можем. Есть старый поселок, есть новая часть поселка. Ну, и что? Вы же живете в поселке? Да. У вас проблема улиц как-то волнует? Улица Ленина, например. Зачем? Улица Ленина, не надо. У нас есть поселок совхоза имени Ленина. Этим все скажут. То есть называть улицы чьими-то домами? Я не думаю, что это нужно. Ну и потом, я не вижу тут необходимости никакой. Вы хотите прямо на улице Ленина жить? Таксисты просто путаются. Таксисты вводят, им вообще улица не нужна. Совхоз Ленина называет дом и сразу их подводит туда, куда нужно. Другое дело, кстати, вы не видели, как тут мы понавешивали везде знаков дорожных. Значит, грузовым запрещено. И вдруг время от времени шальные вот эти вот грузовые машины по навигатору, им на знаки плевать. Они, значит, едут и едут, а потом не могут отсюда выехать или развернуться. Это проблема является. Ну проблема еще знаете какая? Начинаешь где-нибудь заполнять анкету, где нужно указывать улицу. Не нужно указывать улицу. Пишите, поселок совхоза Ленина, дом такой-то и все. Пропускают пару. Кто? Где? Вот заказывал себе карту и никак не мог оформить. Неправда. Все же. Такой проблемы не существует. Насколько у нас столько работников, что все получили карты, никаких проблем тут нет. Как идет подготовка, мы уже говорили об этом, к техническому осмотру? Это же часть, как вы говорите, посевной компании. Ну это одна из, скажем так, опций, которую сейчас принято так называть. Без которой нельзя. Жирный день должен пройти, да? Ну потому что если вы не пройдете технический осмотр, то технику ни комбайна, ни трактора не выпустят на линию. А если не выпустят на линию, то, соответственно, вы не сможете спахать и все. А почему каждый год-то это происходит? Ну это как ежегодные. Это нормативы, которые установлены государством, что ежегодный технический осмотр самоходных машин, тракторов, все, должен проходить обязательно. И на год тебе дают штамп, что этот трактор может двигаться. Поэтому у нас сроки истекают, по-моему, в конце апреля, в начале мая. Ну поэтому мы обычно каждый год, вот где-то в начале апреля проводим технический осмотр. Это такая уж добрая традиция. Сколько единиц будет? Ну сколько сейчас они выставят, не знаю. Я думаю, что 78, по-моему, тракторов у нас и еще, наверное, 12 или 15 комбайнов самоходных. Поэтому там же не только трактора, там же еще сельхозмашины, прицепы, контейнеровозы. Ну в общем, много всякой техники, которая нужна, чтобы ее освидетельствовали и дали. У них же всех номера висят. Где-то идет замена номера, где-то. В общем, в любом случае в штамп техническом паспорте должен быть, что данная сельхозмашина или данный трактор прошли техосмотр. Поэтому я надеюсь, что в понедельник вы приедете, посмотрите, как это у нас происходит. Ну, на сегодняшний день главный инженер говорит, что мы практически готовы. Хотя, я думаю, что и субботу, и воскресенье они будут готовиться к техосмотру. Потому что там еще не только это, там документация готовится. Там есть определенные вещи, там замена, например, водительских удостоверений. Потому что при техосмотре обязательно у всех доктористов проявляют их документы, медицинские справки, водительские удостоверения, права. Ну, в общем, все-все-все-все. И после этого дают разрешение на работу. Сколько это обходится? Ну, это трудно сказать. Дело в том, что сколько готовить машину любую, а трактор нужно покрасить, если он, скажем так, выглядит не очень хорошо. Силькос-машины нужно привезти, а это, как правило, там замена поворотников, работы по ремонту тормозной системы. Там много факторов, поэтому в конце ремонта я вам скажу. А потом надо же еще закупить солярку, масло, в общем, все-все-все-все, бензин, в общем, все составляющие. А сама услуга платная? Там, если есть, то копейки какие-то. Но она сейчас платная. А главное же другое. Вот сейчас всех нужно одеть в новую спецодежду. Всех нужно... А недели три назад у нас был медосмотр, все прошли медосмотр. Профилактические другие мероприятия провести. Поэтому это такая нормальная работа, чтобы целый год уже быть уверенным, что у вас техника отремонтирована, что люди все здоровы. Ну, дальше.